Семья Сергея Капитонова никогда не думала о том, чтобы завести собаку, но все изменилось в один миг. Однажды на дачу к мужчине пришел исхудавший голодный пес. На нем был ошейник, но питомец явно давно скитался по улицам. Его попытались прогнать или же найти прежних владельцев в садоводстве, но все безуспешно. Пес продолжал сидеть на крыльце Сергея, опустив морду и сутулившись, словно от горя. Целый день животное провело на пороге семьи, а вечером люди уехали домой в город. Жена Сергея, обеспокоенная будущим пса, предложила съездить на дачу еще раз, чтобы хотя бы покормить беднягу. Когда супруги вернулись в дом, питомец по-прежнему сидел на крыльце, продолжая чего-то ждать. Посоветовавшись, муж с женой все-таки забрали его в городскую квартиру. Песику дали кличку Вали, но дальше началось самое грустное. Внезапно животному стало плохо, и с каждым днем было только хуже. Сергей возил 30-килограммового пса к разным ветеринарам, где ему удалили зубы, посчитав это причиной плохого самочувствия, но лучше не стало. Наконец удалось найти врача, который поставил правильный диагноз. Оказывается, у питомца была чумка. Пса посоветовали усыпить, но супруги наотрез отказались, решив бороться до последнего. Они ставили ему капельницы и насильно кормили, но животное все равно похудело до 25 килограммов. Несмотря ни на что, Вали выжил. Наверное, он чувствовал, как сильно за него переживают хозяева и как они его любят, поэтому боролся. Сейчас пес полностью здоров и весит уже 40 килограммов. А все благодаря заботе Сергея и его супруги. Пока Вали был болен, он умудрился во время прогулки найти на улице котенка. Когда к песику подошел Сережа, он увидел, как питомец облизывает кроху. Мужчине стало жаль малыша девочку, поэтому он забрал ее домой. Так в семье появилась Ева, которая стала лучшей подругой для Вали. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.